Привет! В этом видео хотел вам рассказать про сафари в Дубае. Это одна из самых популярных экскурсий в ОАЭ, в этом городе в Дубае. И мы на этой экскурсии были целых два раза, на наших 7 поездок. Поэтому я однозначно рекомендую. Плюс она одна из самых бюджетных экскурсий и подходит для большинства. То есть вот там от 15-14 лет, от 13 даже, до 50-60. Поэтому мы ездили как отдельно вдвоем с Ириной, так и с нашими родителями в последний раз. И были сперва на групповой экскурсии, потом на индивидуальной. По этому вопросу стоит ли, я однозначно отвечу да, стоит. И стоит однозначно попробовать ее по многим причинам. Это одна из самых удобных экскурсий, недорогих. К вам зайдут прямо в отель, если вы в Дубае живете, на машине заберут и привезут обратно в отель. Экскурсия в целом занимает примерно 5-6 часов. А стоит в районе 40 долларов, если вы покупаете групповую на человека. В общем, в этот раз мы купили сафари второй раз, ездили с родителями. У нас было четверо на индивидуальной экскурсии за 230 долларов. За нами заехал новый Nissan Patrol. Наверное, ему там, может быть, год этой машине. И ехали мы минут 40 до пустыни. Мы в нашей статье, кстати, у нас есть статья про сафари в Дубае, которую мы тоже сейчас обновили. Добавили наши фотки, информации про вторую же экскурсию. Также мы там отдаем много советов. Ссылка на этот текст будет самая первая под этим видео. Смотрите. Там мы показываем, где проходит примерно сафари на карте. Я заскрешу эту точку, и мы вставили это все в нашу статью. В общем, какие сафари бывают? Сафари бывают двух видов. Это утренняя и вечерняя. А уж входит в них вообще, что вообще им придет в голову, в общем, организаторам. Там и сэндбординг, и само сафари на джипах. Это катание по дюнам. И, ой, там, что там еще может быть? Квадроцикл за доплату. На каких-то еще там больших машинах можно кататься по пустыне тоже. Тоже, разумеется, за отдельную плату. Катание на верблюдах, обед, ужин. В зависимости от того, на каком сафари вы будете. В общем, входит очень много чего. Но все это зависит от организатора. Мы же брали на сервисе Спутник. Ссылку я на эту экскурсию оставлю внизу на обе. И на индивидуальную групповую за 40 долларов. Поэтому смотрите также внизу. Длительность сафари около 5 часов. Если вот утренний сафари начинается где-то за вами. Заезжает в 7 утра. И где-то к часу уже, 12 даже иногда вы можете быть в отеле. Вечерний же начинается примерно в 2-3 вечера. И только вот в 9-10 вы будете в отеле. Что входит в сафари, вам лучше перейти по ссылкам на Спутник. Посмотреть описание экскурсии. Потому что какие-то моменты могут меняться от сезона. Например, мы были в Рамадан и танца с живота не было. Если вы будете, например, вне Рамадана, разумеется, то в вечерний сафари будет включен еще и танец с живота. У нас было фаер-шоу. Разумеется, ужин, катание на верблюдах. Все это входит бесплатно. Ну, как бесплатно, получается, входит в программу. Не нужно отдельно доплачивать. На квадроциклах мы не ездили. Это было за доп. плату. На квадроциклах я ездил уже отдельно, как бы, и мне не особо было интересно. Само катание по дюнам, само сафари, идет примерно 25-30 минут. Моим родителям очень понравилось. Вот вы можете, в принципе, видеть на видео. Я это все заснял еще и сверху. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Однозначно советую. Если вам даже 40-50 лет, супер. В плане английского языка. Берите экскурсию на английском языке вообще без проблем. Никаких вообще проблем с этим не возникает, потому что особо там ничего не объясняют на экскурсии. Там нет такого, знаете, описательного. Вот мы там проезжаем мимо такого-то дома, тот-то, третий, десятый. Поэтому вас просто возят, потом обед, шоу. Нигде там слов практически нет. В тексте в блоге в нашем, в котором ссылка будет первая под этим видео, мы все расписали прекрасно про, что брать с собой, разные советы, все вообще касаемо этих экскурсий. Поэтому не буду здесь в этом видео повторять. Просто переходите по ссылке, читайте. Там прямо есть специальный раздел. И вместо итога. Разумеется, экскурсию советую, как я раньше сказал. И вместо итога хочу просто посоветовать еще разных интересных мест. Что вообще я вот выписал себе в телефон. Первый, это, разумеется, Бурж-Халифа. Стоит, например, там 45-50 долларов подъем. И если для вас это дорого, например, у вас там двое, трое, 150-200 долларов платить не хочется, есть второй вариант, это рамка в Дубае, на которой мы тоже были. У нас про это есть видео на канале. Сейчас появится ссылка. Вот здесь вот появилась, да? И сейчас появится ссылка на Бурж-Халифу. Мы там тоже поднимались, снимали видео. У нас также есть тексты про Бурж-Халифу, про рамку мы напишем. Все это будет тоже внизу под этим видео. Рамка в Дубае интересна, на мой взгляд, для тех, кому важна бюджетность, потому что рамка стоит дешевле, в районе там 20 долларов, в два с половиной раза дешевле, чем Бурж-Халифа. Но с Бурж-Халифа не видно самого Бурж-Халифа, поэтому с рамки она видна. Плюс виден старый Дубай, что тоже плюс, на мой взгляд. И рядом сразу я посоветую музей будущего. Он находится буквально там в 8-9 километрах, что для Дубая близко. И можно бюджетно там за 15-20 дирхам доехать на такси. В музей будущего нужно билет покупать обязательно заранее. Советую, где-то за 3-4 недели, потому что билетов иначе не будет. Также есть на спутнике, можно купить российской картой, поэтому ссылка будет внизу в описании. Кроме этого, рекомендую, я прямо записал, это район Blue Waters. Это район, где Марина Beach, Дубай-Марина. Это район, где колесо обозрения, пройти сюда, там есть мост, все это бесплатно, прогулка, поэтому тоже классное развлечение. Второе бесплатное развлечение, это район Аль-Серкаль, Аль-Серкаль-Авеню. Вот так примерно пишется. Вот Аль-Серкаль-Авеню. Вот здесь сейчас подпишу. Там прикольно, там много разных галереи, кафешек. В общем, современное место в Дубае, которое открылось относительно недавно, и многие о нем еще не знают. Советую, почитайте, посмотрите, и съездите, если вам интересно. И мне очень понравился парк Ferrari World. Я прокатился по два раза на каждой горке, народу было немного, я был в середине недели. Поэтому советую на спутнике или Tripster, эти сервисы я внизу укажу, где можно оплатить российской картой. Есть экскурсии с Дубаи удобные, когда вас привезут, отвезут, все вот эти береты включены, и очень удобно. Я ездил самостоятельно, потому что мы были в Абу-Даби. Но если я был бы в Дубае, то проще, разумеется, взять такую экскурсию. В принципе, это все. Задавайте внизу вопросы в комментариях. У нас есть текст про Дубай, про Абу-Даби, очень много текстов в целом про ОАЭ. Все это в блоге. Ссылку оставлю внизу под видео. Обязательно читайте наши тексты. Там много всего полезного, мы их постоянно обновляем. И к сезону зимнему мы напишем еще много текстов про Дубай. И пока. Увидимся в следующих видео. И хорошей вам поездки.